Здравствуйте! Продолжаем тему борьбы с коррупцией в России. Абызов, братья Магомедовы, Арашуков, Кокорин и Мамаев. В России за решетку отправляются миллиардеры, министры и даже звезды спорта. И вот в Комсомольской правде появилась довольно интересная статья под названием Наталья Шатихина. В России начали сажать бриллиантовые воротнички. Бриллиантные воротнички в кавычках, потому что пришло их время отвечать. Итак, читаем это интервью Натальи Шатихиной Комсомольской правде. Фото экс-министр Абызов не мог и представить, что у нее будет собственное дело. И действительно Абызов читает бумаги собственным делом. И они довольно толстые. И выглядят довольно-таки небритым и напряженным. Напряженность сквозит во взгляде. И какая-то безучастность, что ничто его не спасет. Итак, начинаем. Кокорин и Мамаев. Абызов, Магомедовы и Арашуков. Хотелось бы добавить сюда еще и Ишаев. В России за решетку отправляются миллиардеры, министры и даже звезды спорта. Каким путем идет наше правосудие, когда перестанут кошмарить бизнес. И кому идет на пользу диета подсудимого, в кавычках. Рассказала адвокат, представляющий в суде интересы Дениса Пака, доцент кафедры уголовного права Юрфака Санкт-Петербургского государственного университета, управляющий партнер юридической компании CLC Наталья Шатихина. Вопрос. Наталья Сергеевна, широкая общественность недоумевает, зачем держат в СИЗО Мамаева и Кокорина? Почему их нельзя отпустить под домашний арест или подписку о невыезде? Ответ. Нет. Это традиционная история. Мера пресечения избирается на все время судебного процесса, на все время решения. Нормальная практика. Никто не возьмет на себя ответственность ее менять. В этом случае мне совершенно непонятно, почему люди идут не особого порядка, когда больше 80% дел идет в России особым порядком. В случае согласия обвиняемых с предъявленным обвинением, дело рассматривается в одно заседание. Где-нибудь уже в феврале был бы приговор в ту или иную сторону. Наверное, это какая-то стратегия. Но я ее не понимаю. Следствие прошло удивительно быстро. Меньше чем три месяца. Но в ходе расследования защита подала около 300 обращений и жалоб на все подряд. А по каждому из этих документов нужен мотивированный ответ следователя. Объем фактического материала и так был колоссальный. Это же все в публичных местах происходило. Необходимо всех установить, опросить, допросить. Много экспертиз. Вопрос. Какая судебная перспектива у дела Мамаева-Кокорина? Обычно ответ. Обычно следствие и суд в общем порядке занимают несколько месяцев. Если они в пару месяцев уложатся, значит просто ударными темпами суд отработает. Плюс срок на обжалование. Кто-то же подаст на обжалование. Потом апелляция. Тоже длинный срок. Шесть месяцев. Это оптимистичный прогноз. Так, фото. Наталья Шатихина. Красивая, симпатичная женщина. И адвокат. Все в одном. Это здорово. Вопрос. Даже до президента дошли жалобы на то, что вот человека посадили в СИЗО. И за полгода даже ни разу не вызвали на допрос. Это нормально? Ответ. Это никак не связанные друг с другом вещи. Существует методика расследования определенных преступлений. Особенно по делам, связанных с хищениями. С беловоротничковыми делами. Там, где много документов. Человека при задержании допрашивают. А дальше в рамках данных им показаний, собираются документы, опрашиваются другие люди. И люди и по шесть, и по восемь месяцев сидят в следственных действиях, не участвуют. Но они изолируются не для участия в них, а по каким-то другим причинам. Следственные действия с участием обвиняемого в большом количестве требуются по преступлениями против личности. Опознание, свидетельские показания. А по преступлениям экономическим только работа с документами идет. Это отдельная методика расследования, которой учат следователей. Вопрос. Какой смысл сажать в СИЗО топ персонажей уголовных дел? Магомедовых, Абызова, губернаторов, замминистров. Ответ. Сначала был термин «белые воротнички» и «беловоротничковая преступность». Ну, понятно, в кавычках, устоявшийся термин. Туда попадают коррупционные составы, экономические составы. А потом появился термин «бриллиантовые воротнички». Представляете, бриллиантовые воротнички. Когда речь идет о топ-менеджерах, компаниях, министрах, каких-то знаковых фигурах. И здесь ситуация сложная. С одной стороны, вроде бы, и меру пресечения в виде содержания подстражи нет никакой необходимости к ним применять. А с другой, у них огромный ресурс. И чтобы скрыться от следствия, и чтобы воздействовать на суд, следствия и свидетелей, следствие оказывается в двояком положении. Что касается их действий, это очень длительное расследование. По экономическим составам наказания суровые. Это 10 лет лишения свободы, сроки давности тоже большие. Практика показывает, что в них, оказывается, вовлечено очень много лиц. Иногда это полностью элиты того или иного региона. Даже следователей стараются направлять на расследование таких дел из центрального аппарата или других регионов. Потому что у этих людей колоссальные возможности в своем регионе. Вопрос, удастся ли добиться, чтобы бизнесменов и обвиняемых по экономическим преступлениям перестали сажать за решетку до суда. Все говорят, что это уничтожает бизнес, что это опробованный прием силовиков, отжать себе лакомый ресурс. Ответ. Я против того, чтобы относиться к этому вопросу по сословному признаку, делить на бизнесменов и всех остальных. Я за то, чтобы в принципе минимизировать такую меру, как содержание подстражей. Надо понимать, что очень редко бывает так, чтобы правоохранительные органы набросились и разорвали бизнес для себя. Обычно это либо спор бизнесменов, которые пытаются решить его таким образом, либо человек находится под ударом общества. Например, история с зимней вишней. Что было бы, если бы еще до трагедии все эти нарушения нашли и здание опечатали? И бизнес таким образом был бы заморожен, но не было бы той трагедии. Мы бы получили широчайшую компанию о том, что власти давят на бизнес, мешают работать. Вопрос. Мы видим, что уголовные дела возбуждаются по преступлениям, которые были совершены 5-6 лет назад. Почему все это время никого эти правоварушения не волновали? И как бизнесу жить в таком режиме ожидания? Ответ. Пятилетний цикл образуется естественным путем. Как правило, в основе всех этих обвинений лежат неисполненные обязательства по каким-то крупным контрактам с участием государственных средств. Государственные деньги похищаются и куда-то выводятся. Вопрос. Но почему все это постфактум? Почему не сразу? Ответ. Расторгнуть действующий контракт, даже когда очевидно, что что-то идет не так, очень сложно. Например, случай с Эрмитажем, где обвиняется замминистра Перумов. Это практически единственный случай, когда текущий контракт был расторгнут и достаточно удачно расторгнут. А вообще цикл образуется так. Завершается контракт, вопросы возникают при сдаче работ. Видно, что они не были выполнены или выполнены не полностью. В следующий год идут ревизии. Счетная палата проверяет, налоговые органы проверяют отчетный период. Становится понятно, что что-то не так. Результаты поступают в Федеральную службу безопасности. И надо отработать огромный массив информации, запросить множество организаций, найти следы этих денег. У нас следствия ограничены по срокам. На все 18 месяцев. Экспертизы занимают несколько месяцев. А иногда и до года. А очереди на них идут по 3-4 года. Схемы-то используются достаточно изощренные. Надо все оценить. А для этого нужны навыки бухгалтерские и аудиторские. То есть, в лучшем случае, дело удастся возбудить еще через 2-3 года. Потому, где-то через 4 года начинаются уголовные дела по периферии. И люди даже не понимают, что эти дела связаны. Вопрос. То есть, просто их время пришло? Ответ. Сейчас мы подошли к циклу, когда расследуется деятельность с 2012 года по 2016 год. Самый пик крупных строек у нас. От олимпийского строительства до строек по линии Министерства культуры. Энергетические контракты. Да и схемы, которые использовали долгое время, были крайне сомнительны на входе. Вопрос. Как крал газ сенатор Арашуков? Это тоже не было заметно никому много лет? Ответ. У нас страна построена по территориальному и национальному делению. И в тех регионах, где сильно влияние клановых, локальных элит, возникает ситуация, когда это переходит границы. Хищение на нефтепроводах и газопроводах в энергетике очень сложно выявлять. Когда люди удивляются, как это могли не замечать, легко могли. Там есть особенности технологического процесса, позволяющие существенные изъятия проводить. Это только кажется, что учет идет. Померил здесь, померил там. Но звучат и серьезные обвинения в преступлениях против личности, вплоть до заказных убийств. И все это переходит из экономики в совсем нехорошую плоскость. И здесь очень похоже на преступное сообщество. Вопрос. Как вообще высокопоставленные фигуранты переживают свои аресты? Ответ. Очень по-разному. Кто-то плохо, кто-то быстро адаптируется. Конечно. Содержание под стражей никому на пользу не идет. Но почти все начинают много читать. Хотя, как ни странно, именно с книгами больше всего проблем. Их передать можно только через библиотеку. А поскольку там большой объем текста, то досмотреть их быстро не получается. На самом деле, наверное, в провинции с этим остаются проблемы. Но в Москве и Санкт-Петербурге СИЗО сделали большой рывок вперед по условиям содержания. Одно время возмущались, что заключенные со средствами делали ремонт своих камер. Но потом решили, что в этом ничего плохого. Камеру же он с собой не заберет в конце концов. А ремонт останется. Иногда отмечаешь, что человек, отправленный под домашний арест, он стал даже выглядеть здоровее. Раньше, когда он занимался бизнесом, был постоянно под стрессом, алкоголь употреблял. А сейчас есть у него четырехчасовая прогулка. Он ее всю выгуливает для разнообразия досуга. Некоторые даже худеют. Вот такая информация. Вот такая статейка комсомольской правды. Ну, самое для меня любопытное, интересное, что в расследовании присутствуют циклы. Пятилетние циклы. То есть, наши последние года, 17-18-19-го, будут расследоваться. В крайнем случае, года через два, через три появятся. На расследовании громкие скандалы. Ну что ж, посмотрим, чему все это приведет. Вот, как говорили древние, божьи жернова мелют медленно, но муку дают превосходную. Или, как говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме.